Я должна была отвоевать брата сестра Павла Устинова о его службе в Росгвардии, протестах и решении суда. 21 сентября 2019 года, 17.15 Анна Круглова протесты против вынесенного Павлу Устинову приговора стали реакцией на несправедливость. Такое мнение в интервью RT выразила сестра актера Юлия Устинова. Девушка также рассказала о его срочной службе в Росгвардии и событиях, которые предшествовали задержанию. По словам Юлии, после оглашения приговора брату она решила приложить все усилия, чтобы добиться его освобождения, но не ожидала такой общественной поддержки. Насколько вы старше брата? У нас с ним 9 лет разницы. Как детство проходило? Какие-то истории помните? Он родился самым хорошеньким. Все им восторгались. Он рос энергичным мальчиком, проблем с ним не было. С ним было много историй. Как он в 2,5-х, 3 года убегал от нас, а мы его искали. Заставил нас понервничать. Я их и растила всех троих, и воспитывала, потому что родители на работе были. Нянчилась с ними. И гуляли мы вместе всегда. В отпуск тоже ездили все вместе. Паша учился хорошо всегда. Его интересовали и компьютеры, он сидел в программах всяких, играл как обыкновенный мальчишка. Во дворе со всеми дружил. Также по теме. Не намерен скрываться. Актер Павел Устинов покинулся за подподписку о невыезде. Актер Павел Устинов покинул следственный изолятор. Ранее Мазгарсуд отпустил Устинова, осужденного на 3,5 года за применение насилия К. Кем он хотел стать в детстве? Он кем-то хотел стать до актерства. Паркурщиком. Он любил прыгать с гаражей в сугробы. Потом все это переросло. Он как-то сходил в театр, и ему понравилось. Сколько ему было лет? Он был в восьмом классе. У нас в школе был театральный кружок, и он ходил в Дом творчества. К одиннадцатому классу он точно определился и сказал маме, я буду поступать на актера. И вот они приехали в Москву. Не знаю, каким чудом, но они нашли Шанталинского, поступили к нему как к художественному руководителю. Он взял под свое крыло весь курс. Потом я приезжала в гости, мы ходили на его открытые уроки, по курсам все зачеты его смотрела, снимала. Потом они переехали к Райкину. А брат принимал участие в его спектаклях. Больших ролей, если честно, я не знаю, но спектаклей у них было много. Они с одногруппниками выступали, в останки находили, были всякие мероприятия. Общественно-культурная деятельность у них бурно всегда развивалась. Каким спортом он занимался? Он закончил школу хореографии, в детстве мы его отдали на танцы, и ему понравилось. Он очень пластичный, очень гибкий, до сих пор может спокойно на шпагат сесть. На любой, хоть поперечный, хоть продольный. Чтобы каким-нибудь спортом, как некоторые думают, что Тхэквонда, нет, он таким не занимался. После школы он ушел в армию? Нет, его призвали после окончания института. Что рассказывал о службе? В армию он хотел сходить. Потому что отслужил год, и дальше не беспокоишься, на работу можно спокойно устраиваться. Поэтому пришла повестка, он сдал, что надо, и его взяли. Определили в Росгвардию. Никто этого не ожидал, потому что другой наш брат вообще в другую сторону пошел по армии. Ему нравилось там, он звонил, мы к нему ездили. Вполне спокойно служил. Да, были свои трудности, но в основном он не жаловался. Их перебрасывали из части в часть. Нет, они как были в Сафрине, так там и служили. Их вывозили на чемпионат мира по футболу. Когда он был, ставили на охрану общественного порядка, но не в оцепление. У Павла не было мысли остаться служить. Он хотел сначала, даже устраивался в УВД сотрудникам ППС работать. Он уже все сдал, осталось только документы принести, как его в один момент перещелкнуло, и он говорит, «Я не хочу. Просто не хочу. И все. Пройду у актеры». Также по теме. Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на ОМОНовцы. 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к ОМОНовцу во время. В день задержания вы же разговаривали с Павлом. Что он там на самом деле делал? На самом деле он пришел туда на встречу с другом. Тот ему позвонил и сказал, мол, нашел тебе подработку неплохую. Он ему хотел еще что-то по поводу актерства предложить. Паша поехал, чтобы обсудить. Они договорились о встрече. Друг приехал позже, и уже потом, когда Павлика задержали, он ему звонил, а Паша трубку не мог брать. После приговора вы думали, что это можно как-то исправить. Была небольшая надежда, что вдруг дадут условно. Но, когда судья сказала, что 3,5 года, я загорелась воинственностью. Я решила, что не успокоюсь, пока он оттуда не выйдет. Серьезно. Я добивалась всего. Была проделана очень большая работа. Я добивалась того, чтобы найти доказательства, экспертизу мы сделали. Я должна была отвоевать своего брата у этого неправосудия. Потом поднялась общественность. Стартовал флешмоб. Люди стали выходить с пикетами. Вы знали, что так будет? Нет. Я только во вторник утром об этом узнала. Мне начали скидывать видеоролики. Юля, ты видела? Мне кидают. И я смотрю, Александр Паль. Потом Райкен. Я сижу в шоке. Утром 1200 публикаций. Все кидают и кидают. А там Галкен. Ничего себе. С чем вы это связываете? Думаю, они все в сети видели. Естественно, связались. И понеслось. Эта цепочка, наверное, из солидарности друг с другом началась. Когда посмотрели, что это бред, давать человеку 3,5 года, если четко и ясно видно, что ничего здесь нет. И понеслось. Я была в шоке. Мне хотелось Павлику рассказать, а я не могу. Я написала ему письмо Сиза, Паша, здесь такое творится. И письмо было только сегодня, 20 сентября. А.Т. доставлено. Он даже не успел его прочитать. Когда адвокаты рассказали ему об этом, он не мог понять, что происходит, почему так быстро, почему все актеры за него, почему поднялась общественность. И не только за него, за других арестантов. Он в полном недоумении. Как вы думаете, почему началась такая реакция общества? Думаю, это копилось. Когда началась настоящая несправедливость, когда все факты налицо, есть факты невиновности, а они все равно настаивают на своем. Добило больше всего, когда не стали смотреть видео, доказывающее, что все было не так, как говорят потерпевшие, и не так, как говорит прокурор. Как это объясняли? Прокурор сказала, что они не приняли даже показания свидетелей. В приговоре для них это не показатель его невиновности. Ну как так? Они расходятся во мнении. Один говорит, что в телефоне Паша был, другой, звонил. Ну извините. Каждый с разных рекурсов видел его. Тем более, что никто же не знал, что целенаправленно к этому парню пойдут. Он ничего не кричал, ничего не делал. Вот это же главное. Они не приняли это в расчет. И видя то же самое, зачем нам смотреть это видео с других рекурсов? Ведь там же все понятно. Что значит все понятно? Именно адвокат и настаивал. Посмотрите. Там 10-20 секунд до самого задержания. Что не было от него криков, не было привлечения СМИ или общественности. Нет, и все. Как дома готовились к тому, что Павел выйдет? Да, понимали. Но все равно были сомнения. Как готовились? Больше всего его ждут дети. Племянники все это время ждали, что Паша придет. На каждый звонок они бежали к двери и ждали Пашу. Дома папа его сильно ждет, потому что они не виделись довольно долго, с 5 августа. Друзья ждут его. Этот день мы явно проведем в кругу семьи.